Приветствую вас! И мне бы хотелось, собственно говоря, обратить ваше внимание на такие моменты. Первый момент заключается в более простом подходе к решению проблемы. Вы говорите, что не умеете пить и, собственно говоря, пьянее начинаете ругаться. Давайте попробуем разделить вот это направление на несколько поднаправлений. Первое. Если человек в состоянии алкогольного опьянения не чувствует радости, не чувствует веселья, это означает, что внутри него в глубине есть что-то, что его постоянно напрягает, чтобы не дает ему возможность расслабиться, не дает ему ощущения спокойствия, гармонии и постоянно давит. Алкоголь снимает границы, ваши моральные границы и выпускает этот негатив наружу. Я бы очень рекомендовал бы вам в рамках вот этого вот спорного направления посмотреть, какие моменты в ваших ссорах, в том, что вы говорите, наиболее, ну, честно. О чем вы говорите чаще всего? Какие ваши претензии наиболее часто повторяются? И выделение этого покажет вам, что же вас беспокоит. И вот с этим, с тем, что вас беспокоит, нужно работать. Нужно разбираться, почему вас беспокоит, почему не дает покоя и почему алкоголь, снимая ограничения, высвобождает именно это. Все советы, которые вам дали или дадут наши эксперты, советы конкретные, это работа с последствиями. Не пить вообще, пить меньше и так далее. Это следствие. А причина в том, что вы в трезвом состоянии сдерживаете какие-то негативные эмоции, мысли, переживания и так далее. И с алкоголем вы их выплескиваете. Нужно понять, что это за переживания и поработать с ними, чтобы вы их научились, во-первых, увидеть, осознавать, в-третьих, устранили их, изменили к ним свое отношение. И тогда алкоголь не будет вызывать у вас такого поведения. Так как мотивации уже не будет, стимула к нему уже не будет. И возможно, выпивая, вы будете вести себя иначе. Следующее поднаправление, более конкретное, оно связано с тем, чтобы вы, когда пили, вы пьете, обязательно больше закусовано. Чем больше вы будете кушать при потреблении алкоголя, тем меньше будет опьянено. Дайте себе зарог не пить на точках и дайте себе зарог есть сытную жирную пищу, когда пьет. Тогда опьянение не будет таким сильным и вы не будете терять контроль над собой. Следующее направление, о котором я хотел бы поговорить, заключается вот в чем. Вы пишете, что в компании с друзьями вы потребляете алкоголь. И пишете, что так же не выпивается молодым человеком в выходные дни. То есть для вас это такой вот способ проведения досуга. Зникает вопрос, а почему именно этот способ проведения досуга, как с друзьями, так и с молодым человеком, является для вас единственным? Ведь можно навести время и другими способами, не обязательно связывая их с алкоголем. Может быть вам стоит обратить внимание на это? То есть я понимаю, что вы хотите расслабиться, развеяться и так далее. Но алкоголь это довольно вредное время проводить, особенно если употреблять его часто. И может быть лучше стоит просто выбираться на природу, получать новые впечатления, ходить гулять, ходить в кино, на аттракционы, в цирк, в парк и так далее. То есть выбирать себе такие виды досуга, которые вы не несли с собой алкогольного опьянения, тем более, что вы знаете, что на вот оно влияет негативно. Подумайте, что было бы вам ближе, что было бы вам роднее из всех возможных видов досуга. Выберите его и просто скошите алкоголю «нет». Мужчина хочет пить, пусть пьет, но пьет без волос. А если он любит волос по-настоящему, то он, я думаю, и вместе с вами пить перестанет. Ну а с друзьями, опять-таки, почему компания друзей проводит свой досуг именно с алкоголем? Ведь можно же заниматься чем с другим. Лучше подумать о том, какие бы виды досуга вы могли предложить своей компании, себе и своему молодому человеку взамен регулярного потребления алкоголя. Это могло бы решить ваши проблемы. Ну а если вы чувствуете потребность алкоголя, то это, к сожалению, уже зависит. Ее нужно решать с наркологом. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует.